Предыдущий мой ролик про нойзы выходил почти год назад, и весь этот год я порывался сделать еще один. Выпускает он вот какой-то релиз, и я такой, ну вот, ну вот может, ну вот может сейчас, и каждый раз что-то меня останавливало. И Орфея Евредика, и его клепцы, и все как у людей. На каждый из этих релизов я вот начинал вот думать, может сделать разбор, там что-то такое, и в итоге останавливался. Дело в том, что этим прекрасен нойз, о нем каждый раз хочется говорить. Он за счет того, как плотно сидит на сцене нашей русской, и насколько он яркий и важный ее элемент, и что важно еще, стабильный и продуктивный, он ощущается, как будто он твой другат, как будто это не какой-то исполнитель, который вот выпускает свои треки, как будто он вот живет в соседнем подъезде, или вы его со школы знали, и чекаете там ВКонтакте или на Фейсбуке, как его жизнь вообще. Вам просто интересно наблюдать за этим чуваком. И вы не воспринимаете его как какого-то великого творца, вы воспринимаете его вот как Ваню Нойза, который в этот раз хочет что-то заявить. В этом прелесть, и в этом же печальная история, потому что воспринимать Нойза как прям творца не получается из-за того, как много он выпускает. Вот та же хип-хопера. Когда я в одном из своих роликов сказал, что там 30 треков, я не хочу это слушать, и мне много раз написали, что чувак, ты очень предвзято относишься зря, это стоит послушать. Я послушал, ребят, ну это пиздец. Я, вот то, что я ожидал, оправдалось более чем полностью. Половину из этих треков стоило вычеркнуть. Сам месседж, ну как-то слишком пережеван. Короче, мне есть что сказать про хип-хоперу, но я не делаю этот ролик именно потому, что я не хочу засирать Нойза. Он так видел это, это была его инициатива, он никак не говорил, что это будет самое гениальное, блядь, что вы когда-либо слышали это. Нойз взял, Нойз захотел, Нойз сделал. Окей, не мой продукт, не хочу на это тратить и свое, и ваше время. А вот на почитай старших хочу. Здрасте, вы на канале Сейна, сейчас разберем новый клепец Нойза. Клип снял ладок в Атане, это если что тот же, кто Фата Моргана, а еще вот этот клип, вот этот клип, и в общем один из крутейших клипмейкеров и вообще режиссеров, и из тех, что сейчас у нас есть. Он очень красивый визуально, бодрый, с красивыми образами, очень много всякого хендмейда, как и использовалось в его предыдущих работах, как например Иуда Хаски. И вот эти вот нарисованные штучки, которые стали популярны после клипа Ultimate Дензела Карри, они здесь не заебывают, как в последних работах, потому что с этим что-то в последнее время перебарщивают. И особенно, когда делают это топорно и некачественно, это вызывает больше смеха, чем какого-то удивления или удовольствия. Здесь все сделано более чем на совесть. И в клипе нет особенного сюжета. По сути, весь клип просто подручные нойза, которые ведет машину. Они с помощью листовок, баннеров, огромных проекций пропагандируют классиков на всю Москву. Ну, можно сделать аллегорию сразу, что на всю Россию, типа пытаются донести это до максимального количества людей. Таким занимаются агитпропом литературы. Можно сказать поэзией, но мне кажется, здесь заявление чуть шире. Выбранный Мандельштам, Маяковский и Есенин, их портреты, весь клип распространяются, их портреты постоянно мелькают, их стихи читаются на фоне. И, в принципе, больше про то, что происходит в самом клипе, говорить не о чем. Стоит говорить о тексте, потому что Нойз вообще отличается тем, что ему писать тексты очень просто. Я делаю такой вывод, ну, во-первых, из его фристайл-мастерства, а во-вторых, из того, что даже в этот раз он свою мысль излагает совершенно не завуалированно, а это прям конкретная речь с завязкой, кульминацией, то есть, ну, главным тезисом в ней и после этого заключением, выводом. Поясняю. Первый куплет посвящен тому, что Нойз опирается на некоторые авторитеты в своем творчестве. В моей голове голоса, они появились там тихо, как лунные кратеры, они громко спорят, и дело нередко кончается драками. Короче говоря, Нойз воспринимает вот конкретно этих троих поэтов, это, видимо, его просто личный вкус и предпочтение, но также и, в принципе, прочитанное, усвоенное, как часть себя, которая помогает ему творить. Это, в принципе, многие так воспринимают, и по этой же причине у группы, которая становится популярной или выпускает какой-то знаковый релиз, спрашивают, кем вы вдохновлялись, потому что это довольно характерная вещь. Дальше. Их опытом я защищен, как рыцарь, турнирными латами, под каждой ногой, велика на плечо, устрицей глядя на мир из их раковин. В этом содержится, что это дает поддержку, опору, и, в принципе, я это трактую как оправдание для того, почему ты прав. Как понять, что ты делаешь нечто правильное, это вот найти себе авторитетов. Не обязательно живых, можно в прошлом, и чем гениальнее, круче и недостижимее будут твои авторитеты, тем лучше для тебя же. И всю вот эту вот историю про то, как он как раз-таки почитает старших, он приводит к строчке, прежде чем языком что-то молоть, почитай старших. В хип-хопе нормально иметь некоторого вымышленного оппонента, с которым ты вступаешь в дискуссию, и которого ты как бы батлишь, но в случае с Нойзом, это чуть более конкретная фигура. Культура распалась на плесень, липовый мед, трафареты и коллажи, тащу на бит все, что плохо лежит. А про липовый мед, трафареты и коллажи, ну, во-первых, понятно, отсылка гражданской обороне, и то, что конкретно здесь толкает Нойз, это довольно популярная позиция, что сейчас ничего действительной ценности не имеет. Что сейчас, в силу того, что можно делать, допустим, музыку для 12-летних, или вот что-то типа Opa Gunnam Style, такие универсальные вещи, которые являются просто копией-копией. То есть, то, что люди видели краем глаза, как-то вот собрать это все вместе, не особо вдаваясь в подробности, сделать ярко, и это продастся. Это будет популярный, яркий пример тому с X9. У него, блядь, зубы разноцветные, понимаете? Очень много нынешних артистов берут скорее ипотажем, чем действительно содержанием своей музыки, а очень многие люди, которые не относятся к музыке как к чему-то серьезному, они потворствуют этому, хоть и бессознательно и делают так, что это продолжается, продолжается и продолжается. И, естественно, исполнителям типа Нойза, которым важно что-то вложить и важно что-то принести, для них это губительно в смысле, что они чувствуют себя лишними в этой культуре. Они чувствуют, что они работают совершенно не так, как вот становятся принятым, популярным и распространенным. И из-за этого пытаются найти свою позицию. Как им жить вот при таком тренде? И именно на это отвечает Нойз дальше в тексте. И это именно ответ на этот вопрос. То есть Нойз прекрасно осознает, что тот посыл, который он вкладывает в трек, для многих будет неочевиден. Хотя, по-моему, все наоборот, но об этом в конце ролика. Но! Нойз понимает, что тот месседж, который он считает необходимым пронести, он многими будет не услышан. Но! Почему он все-таки это делает? Культура распалась на плесень, липовый мед, трафарет и коллажи, тащу на бит все, что плохо лежит. Я слов бесценных, мод и транжир, и мародер. Я самый модный в СССР. Дальше небольшое описание того, как он пишет трек. Так, в моем номере стелет биток, это будет фиток с привидением Сереги Есенина. То есть, осознавая то, что массы и популярная повестка движется не в том направлении, что хочет Нойз, Нойз двигает свою повестку и условно собирается принести добро и вот открыть для людей что-то новое, тем, что в свои треки, которые его фанаты, на которых он имеет непосредственное влияние, и так слушают, сделать фит с Есениным. Потому что сам он Есенина уважает, и как какие-нибудь артисты, когда делают фит с кем-то зачастую, они хотят просто продвинуть начинающего артиста, также Нойз продвигает не начинающего артиста, а классика, который просто забыт. Ну, может быть, вы сейчас уже начали страшить коммент, что типа «Да как? Да я-то читал!» Но на самом деле вы понимаете, какая проблема с образованностью в стране, и здесь спорить не о чем. Мотив Нойза мне более чем понятен. Я сам задумывался о том же самом. Когда в очередной раз видишь, вот как тот же Секс Найн, про которого я упоминал, становится популярным, как люди начинают это слушать, там какой-нибудь Джизус, или до примеров масса, начинаешь думать о том, что просто невоспитанный вкус, что просто очень мало с чем человек знаком, что ему вот такое нравится. Мало он видел, не с чем сравнить. Он как бы... Я в этом плане не считаю, что нужно осуждать людей за то, что они слушают какую-то музыку. Стоит, возможно, им показывать какие-то нормальные аналоги максимум, но это так или иначе их выбор. И когда на это все глядишь, особенно когда так трепетно относишься к самой музыке, хочется на это влиять. И Нойз в свойственной себе манере бьет более чем прямо в лоб. Да, текст такой многословный в его же манере, но припев, вот эта вот потрясающая игра слов, почитай, в смысле уважай и почитай, в смысле прочти. По-моему, это слишком прямо, и мне эта манера очень не нравится. Это относится почти ко всем работам Нойза. Я не считаю, что какие бы мысли ты не хотел толкнуть, таким образом их толкать можно, если у тебя купили трек в рекламу. Там вот ты рекламируешь Бигбон, да, будучи рэпером, или кто еще там, Оксимирон Клинская рекламировал. Он писал вот тоже трек, который именно вот содержит рекламные тезы. Но здесь, когда ты проталкиваешь собственную идею, думаю, это стоит сделать более тонко, от того, что люди будут слушать даже на репите этот трек, и им будет в голову стучать, «Почитай старших, читай, почитай!» Они почитают вот даже тех, кто указан здесь, Есенина, Маяковского, Мандельштама. Но просто пройдясь глазами по буквам, что изменится? Как это изменит саму манеру мышления и сам тренд на необразованность? По-моему, никак. Если я не прав, а я буду рад в данном случае оказаться не прав, то напишите об этом в комментах. Дело в том, что я сам не знаю, как надо. Я сколько ни искал, не мог найти подобных обстоятельств или чьих-нибудь даже других рассуждений вот в тему того, что вот есть у нас такая проблема с образованием, именно что оно жутко немодное. Именно что в детей с самого детства вот школа вбивает отвращение к литературе, к математике, да и, в принципе, к обучению. Это, ну, если человека каждый раз бить палкой, когда он будет видеть красный цвет, то у него довольно быстро выработается отвращение к красному цвету, и даже если его перестать бить палкой, то красный цвет все равно будет ассоциироваться с чем-то негативным. И также со всем образованием у нас. Поэтому люди относятся скептически, там, к какому-нибудь образовательному контенту. Люди все больше и больше тиражируют тренд про то, что высшее образование не нужно. Хотя оно, опять же, это не безосновательно, потому что зачастую это очень многие российские вузы, это прям трата времени. Но, тем не менее, в итоге мы имеем огромное количество людей, которые хавают совершенный ширпотреб и дают жизнь проектам, которые совершенно этого не достойны, и не выжили бы в обществе, которое достаточно вот воспитано в этом смысле. Но у нас они растут, и как на это влиять, не знаю ни я, ни кто-либо другой, но Нойз пытается над этим работать, пытается изменить эту ситуацию. Я не пытаюсь поставить себя в один ряд с Нойзом, но конкретно здесь мы занимаемся одним и тем же. И, мне кажется, исходим из одних и тех же мотиваций. Напишите в комментах, как это выглядит со стороны зрителя, а не контент-мейкера. Было бы интересно действительно почитать, насколько у нас получается. После всей этой темы нужно посоветовать какие-нибудь ресурсы, в которых можно почитать старших. Это замечательный камерный канал, на котором выходит интервью с молодыми актерами. Это мой закрытый паблик ВК, в котором я почу уникальный музен, фильмы, скоро будут книжки и многое другое. Это мой открытый паблик ВК, в который вообще каждый может вступить. Мой инстаграм, конечно, не такой образовательный, но визуальная эстетика, поверьте, на уровне. И вообще очень много разных интересных ссылок в описании. Советую вам вообще покопаться, потому что там много чего интересного. А на этом все. Спасибо, что посмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. К тобой он!